У меня улица воспитала. Я сейчас такой, как рэпер немножко. Спасибо центру за это. Близких обижают, или мне что-то сказали, как мне показалось не так, или как-то со мной не так заговорили. Мама меня знает, и она так, агни, агни успокойся, агни спокойно. А у меня вот это вот, я все прекрасно понимаю, но сейчас уже стараюсь. Тихо-момоти. Я врачом могла бы быть. Я прям люблю смотреть операции, как режут весь этот ужас, да. Есть просто не до идеи и желание заработать как можно больше денег. Я считаю, у нас полно талантливых людей, просто не всем, не у всех получается пробиться, оббивать пороги масс-фильма, да, и всеми стучаться, говорит, извините, пожалуйста, вам не нужны-то? Это же тоже не все готовы. Кинематограф это небольшой такой между собой, в хорошем смысле между собой, как я это называю. Он просто кишит талантливыми людьми, но все равно как-то, видимо, Бог его знает. Здесь, конечно, такая тема философская. Может быть, иногда нужно дать какой-то, какой-то свежий воздух. Я оказалась в кафе кадр на Мосфильме и стояла в очереди, что-то там за какими-то беляшами, как обычно это бывает. Почему-то вдруг решила вот сделать вот так, вот так мотнуть волосами, они у меня такие длинные были. Вдруг издалека ко мне подходит, плывет Ризо Гегинишвили. Он говорит, вы знаете, что вы будете у меня сниматься в картине. Я вот сейчас запускаюсь, я говорю, да? Я не знаю, у меня еще такой акцент совсем был. Пришла на пробы и все. Просто кафе. Можешь сидеть, просиживать в этих кафе, и я толку на Мосфильме, а толку от этого не будет никакого... Ну, удача, неудача, я даже не знаю, как это назвать. Зацепиться-то можно, но другое дело удержаться на плаву. Это уже второй вопрос. Я стараюсь жить в полном принятии. Потому что если по-другому, то, конечно, как мне кажется, будет казаться, что все очень сложно. Любая перемена какая-то такая мощная в жизни, это рубец, 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 какой он, с какого размера, это не важно, просто он уже есть на теле. Может, отчасти поэтому мы выбираем эту профессию. Потому что чем больше каких-то таких ран, тем ты можешь понятнее донести это до людей. Но это интим. И иногда ты, когда в театре пытаешься даже просто так громче разговаривать, это уже немного разрушает. Просто взглядом донести иногда хочется каким-то... Камеру видит больше, мне кажется, чем... Потому что что такое-то... Шире нельзя было вот эти... Сделать у меня локоти... Ребенок, безусловно, конечно, приносит в жизнь вообще какие-то новшества. Хочешь быстрее приехать домой, потому что тебя там ждет ребенок, сын... Мамочка, я тебя люблю, говорит тебе, вдруг не с того и с сего. Мы же для детей для себя рожаем, грубо говоря. Все рожают для... Ну как для себя, не для себя, для мира. Я смотрю на детей сейчас, вот такое вот, новые поколения, они настолько уверены в себе, что думаешь, господи, они уже такими рождаются. Ой, ну это же мем там, что это? Я чувствую какую-то старушку, потому что я не знаю, что такое хайп, что такое лайфхак. И объяснили, хайп это вот это, лайфхак это вот это. И я потом пришла куда-то и говорю, я знаю, что такое лайфхак, что? Я так сейчас... И понимаю, что опять я ничего не понимаю. Только появились эти там какие-то телефоны, я думала, о, а если бы телефон звонил, и там твоя любимая музыка играет песня. Я думаю, ну вот это круто. Я потом через какое-то время это произошло, и думаю, ого, я еще Иванга, я еще это придумала себе. Я рада, что я в это время родилась. Нееееет. Вдруг баран во мне проснулся какой-то. Хожу специально, тренирую свой вот этот некомфорт свой в людные места на какой-нибудь старый Арбат, чтобы как можно больше людей мимо меня шло, и чтобы мне становилось, а мне чем дальше, тем мне некомфортнее. На самом деле вопрос, конечно. А можно там что-то изменить? Может быть, в прошлое для того, чтобы не совершать каких-то ошибок. Мы очень осторожно друг к другу относимся. Вот люди, они как бы не отдают себе отчет, что даже когда они встают в пару или просто дружат, что мы настолько ответственны друг за друга. И мы так, ну ай, а ты не понимаешь, ты можешь человеку вообще жизнь ломать, например. Я бы не хотела никого обидеть. Сейчас расплачет. Ну и все. Ну вот и поплачем за это. Тогда поплачем. Что-то бывает, да? Ой. Платочек все время, да-да-да-да. Хлопковый, чтобы... Я помню про звук.